Девушки отдыхают Ренан Закевич, Тимир, Роман Александрович, Мэр Суда, Николай Алексеевич Новиков, прокурор Республики внутренних дел Артём Валерьевич Хохорин. Мы хотим определить приоритеты, наметить чёткий план действий на следующий год, 2015-й. Проделана серьёзная совместная работа по противодействию преступности. Её итогом стало сохранение тенденции к снижению количества совершённых преступлений, повышению уровня общественной безопасности, рост доверия граждан. Благодаря слаженному взаимодействию следственного управления с иными правоохранительными органами и общественностью, завершено расследование преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Нами проводится теленаправленная работа, раскрытая и расследована 262 преступления, совершённые в прошлый год, что установлено виновное в совершении 132 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 33 убийств. Благодаря совместной работе с оперативными службами, а также использованию новейшей криминалистической техники, завершено предварительное следствие в отношении 36 активных участников организованных преступных групп. Службами МВД и ФСП пользуются в уровне преступленности в прошлом. На этом фоне мы продолжаем наращивать усилия по эффективному оперативному рассмотрению. Мы должны только следственным выделить. Мы делаем на законности прописальных решений. Благодаря работе быть вообще не должно. Сократилось более чем в два раза. Сократилось выступление от учёта недостаточности. Также сократилось число делов, возвращено судами. На 30% стало меньше оправданных лиц. В 5 следователей находилось свыше полусотни уголовных дел, а в общем покушались на жизнь сотрудников прократорных органов. Всячески стремились подорвать сложившиеся в республике Тавстан мир и добрососедские отношения между людьми различных наций, культур и религий. Запрещенное международное религиозное объединение уже осуждено. Духордец Татарстана ликвидируем... Свыше 250 уголовных дел направлено в суды. Уважаемые члены каникулы, приглашенные в традиционном начале годовыми подводами итоги работы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан за прошедший год и определяем основные задачи на предстоящем. 2014 год был напряженным для республики и целым для всей нашей страны. В первую очередь это связано с внешнеэкономическими факторами, с санкциями, с другими процессами, которые происходили. Бесмотря на это, нами проделана большая созидательная работа. Республика сохранила свои лидирующие позиции и в основном социально-экономическом показателе. Она откроет в Питер лучше российских регионов. Сегодня республика Татарстан – пятая экономика в нашей стране. Объем валового регионального продукта по оценке составляет 1,630 млрд рублей. Объем окружной продукции составляет 1,640 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал порядка 542 млрд рублей. Ну и уровень заработной платы 28,5 тысяч рублей. Реализовано 27 республиканских и федеральных социальных и инфраструктурных проектов и программ. На постоянном контроле необходимо держать вопросы о расследовании фактов неправоверного использования бюджетных средств и распоряжения имуществом, находящихся в государственной собственности. Это федеральная, республиканская и муниципальная собственность. Не стоит забывать, что коррупция, нарушая систему управления, может оказать губительное влияние на нашу экономику. В прошедшем году правоохранительными органами республики много сделано в сфере противодействия проявлением экстремизма и терроризма. Следует и далее продолжить активную работу в данном направлении. К руководителям следственным подразделениям и следователям нужно принимать все предусмотренные законы и меры по профилактике экстремистских проявлений, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в данной категории, а также устранение канала финансирования экстремистской деятельности. Все необходимые для этого, все необходимые инструменты у следователей имеются. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела экстремистской направленности необходимо более тесно сотрудничать с органами государственной власти республики, местного самоуправления, а также общественными и религиозными объединениями. Особое внимание следует уделить повышению уровня знаний сотрудников управления, работающих по данному направлению. В дальнейшем совершенствование требует работы по расследованию преступлений, совершаемых в отношении детей. Об этом Павел Михайлович уже сказал, и это Александр Иванович держит на своем постоянном контроле, всегда на это обращает внимание. Акцент необходимо сделать на профилактику таких деяний. Хорошим подспорьем здесь может стать постоянное проведение 10 органов учащихся с целью объявления фактов совершения в их отношении насилия. Такие сведения должны незаметительно направляться в органы следственного управления для процессуальной проверки. Также немалую помощь органам следствия может оказать в содействии на базе действующих социальных учреждений службы психологического сопровождения для участия и проведения следственных действий, а также оказание помощи жертвам преступлений. Сегодня вопросами защиты детства в республике занимаются 14 органов исполнителя власти республики и 10 территориальных структур федеральных органов. Республиканские комиссии по делам несовершеннолетних необходимо постоянно совершенствовать существующую систему взаимодействия, в том числе с следственным управлением, и решать методологические основы профилактической работы. В республике принимаются последовательные меры по пресечению незаконного и горного бизнеса. Очень большая работа проводилась, к сожалению, она не имела той результативности, тем не менее, проделанная в прошедшем году совместно с МВД прокуратурой республики работа ждала определенный результат. Уже сегодня законодательство совершенно другое, в связи с ужестощением действующих законодательств в сфере и горного бизнеса следует усилить работу по выявлению такой незаконной деятельности, и виновные лицы должны нести соответствующие наказания. Уважаемые коллеги, положение дела на международной арене, попытки раскачать общественно-политическую ситуацию в нашей стране ставят перед нами новые вызовы. Уверен, каждый состав следственного управления, состоящий из высококвалифицированных сотрудников и профессионалов своего дела, справится с поставленной задачей. В завершении своего выступления хочу поблагодарить вас за вашу службу, рассчитывая и в дальнейшем на вашу принципиальность и высокие моральные качества. Желаю успехов в работе. Благополучие пары, раздаваясь, аннексула, засматривающие, березобранные. Мужчай, спасибо. Награждается заместитель руководителя следственного управления, полковник юстиции Масалимов Ильяско Долхакович. Добрый день рождения, 50 лет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ